Мы сегодня говорим о художественной обществе и о том, что у вас может быть приемлемо. Вы с институтом, как зрители, которые смотрят на какую-то ситуацию в городе, готовили, я думаю, пять вопросов в вашем тракторе. Я многих из производствующих, мне не секрет, что художественная сцена, я не могу в этом, концентрироваться вокруг некого негеримого номератора арт-институции, в числе которых необходимо упомянуть негеримских филеалов, в частности, национальных филеалов, которые в прошлом году перебил стояние с РОСИЗО. И также сеть коллективеральных филеалов, которые включают в себя Ак-Кафе, в галерею, вот этот самый концертный зал и многое другое. И все это, так или иначе, вписано в логику, связанную не только с искусством, но и с государственной политикой, и с интересными органами. Помимо этого, в Южнем Минаме городе все попытки описания ситуации, которые предпринимались до настоящего момента, все, что происходит, например, с порталов в втором городе вокруг газеты «Селегов» и так далее, исходит фактически из торговых институциональных узлов и задействует, поступит то же самое, как. И сегодня мы имеем ситуацию, в которой, опять-таки, в галереях и круга выступают задачиком арт-критики, которые должны быть направлено вкладывать в галереях и кругах. То есть, такая очередная эмиграция в несколько консистуально в некоторой ситуации. Насколько вообще в таком контексте возможно критическое изразование? Спасибо. Ну, смотрите, просто говоря, что принимает это слово «политическое высказывание», потому что в русском языке действительно смешивается значение критики как некого подрыва, некого упражнения, которое некоторым образом расшафтывает эти пусть возле какого-то разоблачения и так далее, и так далее, и такой тем смысл, что появляет нежное скрытое, говорит о том-то, о чем-то, о чем-то принято не говорить, проанализирует что-то, что принято не проанализирует. Это один смысл, второй смысл меньше несет, какой оттенок разоблачения, скорее, их некое разъяснение, погружение в более широкий контекст мысли, и сильно близко в этот раз находится как политик и политическим, на русском, наверное, критика и то, и то. Вот, на самом, политическим, как некое погружение в более широкий контекст, вероятно, по мне, в принципе, от сопроза предприятия, то есть, допустим, можно представить эту ситуацию, потому что, кому-то, когда надо написать, а пусть там будет идея культуры, я не очень представляю по тропности, как протекает здесь ситуация с коколоками, или текстами тайги вытворки, то есть, у кого-то просто написать какой-то текст, как вытворки, проходящий здесь художника, то по тропу, как расшифровывать, какие-то мысли, что кто-то делает, что он может сказать, что он хочет сказать. По поводу второй ситуации, конечно, он не критика, как предполагающая независимость, она, скорее всего, будет гранатична. Аксидематическая практика, несплохо, что невозможно, не дать деньги на арт, но аксидематическая практика, это стойчиво, это будет, скорее всего, мне кажется, сложным. Опять же, я немного в среднем опы, сразу скажу, чувствую обсуждание, в треугольном контексте, в котором я совсем не предупрежу, и в плохом пункте ради, но имея такой опыт, который у меня был, когда я находился внутри некоторых внешних, для меня институция, для меня вовы, тогда был журнал «Автольник коллега» с этой водкой, такой журнал «Экскурсия», который, наверное, пытался быть и немножко милиансированным, и немножко эффектуальным, и когда там нашла речь о критике, политике, спонсорах, в какой-то момент, ну, это привело очень быстро к такой ситуации, на самом деле. Что есть? Этот акт критики даже был сделан, но это привело пока не вовлететь. Такой вопрос связан с моим текстом «Жарное признание», где описываются способы получения статуса художника. Я процитивирую один момент из него. Художник становится художником перед другим, который его качество художника узнает. И дальше там, в том числе, в том числе, что ситуация установлена в том числе и манкративного, когда тебя не собирают не в том, как он и печетит, это конституируется как это. Если спорисировать вот эту оптику на тему конкретных, на критику, как происходит процесс опознания критика, кто метод луги, и кто сейчас готов заказывать, допустим, оплачивать его работу, не помещая его при этом вдоль вытожного семейия, образцового употребителя или рекламного армата? Так, это сложный вопрос. То, что просто точно, как я говорю в этом тексте, оно пытается показать, я просто пытался сместить акции на некую единичность, и то, что как мы можем, что, ну, на самом деле, на посылке этого текста, была идея, что основные акты критики или акты, кто этот художник могут очень пересекать, но в той очереди, когда акт выходит на сцену как негативное событие, на самом деле то, с чем вообще нет дела, в том статусе, который функционировал искусство, которое мы связали с Вангардом, когда акт про искусство отделает акцент не только на том, что он говорит, а на том, как, откуда, в какой возице он говорит. И в этом смысле, естественно, у критик сажать акт, на самом деле, не аналогичное художество. То есть, и по поводу того, в какие машины он скричен, в каких мест можно так расходить, действительно, но так же как художник, который там работает, производит какой-то как-то как-то стеклереи, он может, так же, работать в журнале на постоянной ставке, пишет, обслуживая определенные институции, в которых должен писать лицензии, например, была такая функция в журнале или когда уже на автроне, она должна была сделать лицензии, и потом взять институции, по которым должен пройтись критик. Это, на самом деле, как сказать, это всегда позиция некоторого коммунистов, несомненно. Это может быть, если это какого-то более антикаленном восстановлении, но, тем и менее, изначально заключен в функцию обслуживания системы с другом. Функция критики в том виде, в котором ее знал в США послевоенные 50-е, 60-е, 70-е, 70-е в функте критики как одной изставляющей системы искусства, которая при этом занимала не кончиненное положение, не просто некий вспомогательный элемент, допустим, производства рецензий на выставке, которая все равно механически налажена в основном, а активной потеряла часто как бы функцию искусства более ценно, более артикально, и вот что опять функция критики находится в укладке, так что критика всегда существует некую функциональную механизм, это всегда часть институции художественную критику как было самое появление, опять же, можно вспомнить, пример, салонов, еще клюву титру, первая обращающая современная критика, он по сути был зацвечен салонов, также современный критик, существуют более сложные машины и практически всегда сегодня функция художественного критика заведена к скорее критике не отдельно существует выбор, который в России очень слабый, я думаю, в России скорее не существует, отдельно существует группы институции, которые движутся некой своей политикой, и то, что там правильно скажет критик, но обычно воспринимается либо как декоративная функция, либо как помех, если что-то жесткое прожилет работу в гараже, такая крупномосковская институция, когда не слышали, нужно кто-то критикует, обычно это привалов как тип у нас полевая реальность, зачем они такие мерзкие критики, зачем они нужны такой способ? Это, естественно, не наказано, что за денег на пиражах приводило некое восхищение, так сказать. И да, и, так говоря, возвращаюсь к вашему вопросу, поэтому мой ответ был таким, что действительно, я в этой статье доказывал, что один способ, собственно говоря, быть художником, не быть художником, так, чтобы быть художником, когда ты немножко упрыгиваешь из канонов этой профессии, того, как она работает, и это, конечно, сложная ситуация, что это, ну я не знаю, я смею надеяться, что мне в какие-то моменты моей критической практики, безумно, это удавалось, в силу большого значения в том, мне удалось оказаться, это вообще от меня зависело, что вдруг я, допустим, занимался разногласия, то, что возникнет скорее как случайные чувства. Ну да, и вот в ответ, что действительно надо как-то пересекать границы художественной критики как самодельной дисциплины, в том числе, это в сторону политики, несомненно, это будет проходить в сторону того, чтобы говорить в искусстве каким-то таким образом, в котором, как вну, это не принято говорить, в политике, в политике, в политике страны в иностранную форму. Вот, например, с моей коллегой Сашей Матоновой попытались отыграть с этим, что говорите, в искусстве каким-то, ну, не знаю, немножко таким наивным языком, каким-то, или наоборот, каким-то формодиалогом. И, ну, работать с формой фактического высказывания, большинство ритмов вынуждены существовать в ситуации, когда наиболее из размер статьи, тему статьи и примерно жанр статьи. И то, как бы, играть в этой ситуации, совершенно не артистические, художественные жесты, чтобы, как бы, это шушество. Мы так же, как весь по худому, формат холста, технику, пол, масло, но, тем не менее, это, наверное, так существует. Я могу сказать, мрачные террористы. Вот так я скажу. Ко поводу мрачных ситуаций? Нет. Немного подробнее, немного, подробнее, немного, соответственно, демоглаз. Ну, современное искусство часто профессионируется как искусство множественных равноправных парадений, множественных возможных интерпретаций. и этим, складывающиеся с ситуацией, напоминается о многих ситуациях мультикутурализма и политической корректности. Вот. Насколько правильным для критиков быть политически корректным, и насколько проваленная полит-корректность в отношении вообще привилегированного, то есть закрученного галерейного государства, привилегированного объекта. Вот. Именно то же самое, что и то, о чем Жижев пишет в своей политической полит-корректности, когда американское правительство меняет полит-корректно слово на усиленные текстовые вопросы. Я немножко скрючу радикальность, что, действительно, есть разные ситуации, зависит от контекста. Если вы пишете, допустим, каталогу в выставке, проходящей в галерее, в музее, про какого-то художника, то, при всей радикальности, мне как бы будет правильно навязательно снести какую-то выставку. Непонятно, зачем тогда будет за это взелить. Скорее так. Хотя, я ей даже другие ситуации. Вот, например, тоже у меня было по платформике. Заказали лицензию на некую выставку. Но когда подвезли на нее, встречали на поездку, выставка, мне показалось, мне не понравилось, но за политическую лицензию. И, как вы говорите, журнал «Отворных» независим от этой институции, но в результате приклад очень сильно, что они снова платили поездку, но все-таки мы уже пишем независимыми источниками. Так что это получилось. То есть зависит от контекста. Пока что в пределе критика не должна быть корректной. Если у вас есть независимая площадка, то есть вы не пишете там вот налог данной институции, как бы продаваться на ее лотках. Институция какая-то такая самокритическая, слава богу. Но есть такие институции, которые претендуют, а то, что они самокритичны. Не всегда как прав, но полностью. Но, тем не менее, первый фонд «Виктория» кристинирует себя как более самокритическое пространство, чем гараж. Хотя, конечно, это очень поздно, но тем не менее. То есть, как при территории фонд «Виктории», вроде бы, можно сказать, что-то плохое. Хотя, ну, скорее всего, буду на том не задержаться. Но, тем не менее. Я бы сказал, про всю эту критику надо очень политизировать, мне кажется. Политизировать в том смысле, что обязательно написать там про, не знаю, что там, путь «Вос» в каждой статье, или что-то такое. Я имею в виду, мыслить свою позицию политическую, не то, что там обязательно с фантастикой с другую статью, какие-то описательные реалии уважающего мира, в полу-виде. Мыслить свою позицию политическую, то есть, если КП рефиксировать свой акт, пытаться представить себе какие-то последствия может иметь для того, кто это читает. Ну, в том числе, довольно так устроен текст, я бы сказал, что так важно пытаться, не знаю, питаться форматом и так далее. по поводу того, что пространство полурализма специально искусственного, ну да, ситуация очень хорошая, когда у каждого товара есть своя ниша, когда все товары будут направлены, и, собственно говоря, мерилом их ценности является деленная струкность, конечно же. Но это, как правило, такого рода, как мы называемые политкорректности, которая, в общем-то, отразится на таком гиперамидном понимании равенства, скорее, в таком количестве звери. Ну, конечно, с этим мы будем больше спросить, которые давайте. Дальше, как раз, должен был быть вопрос несколько коллектизированным, но не первый, как бы в этой своей половине. Первоначально должен был быть вопрос относительно окружающей нас выставки. Я думаю, не буду называть внешнюю первая сторона этого пространства желание перефразировать русских футуристов сбросить галерею современного искусства футура с проходом в реальности, но вместо этого вопрос будет о том, не может ли быть более подходящим для критики объектом не вот эта часть пространства, а та часть пространства, которая скрыта, та, где принимаются решения, там заключаются сделки, и то символическое пространство, в котором эти решения могут участвовать в формировании из искусства. Это то, честно говоря, я не очень уникал в устройстве, но естественно, это связанная вещь. в том числе, то, что здесь... Вы просто поставили комментарии выставки, ухранящей здесь художника и как-то неким предпосылкам, которые находятся за кулисами, то, почему здесь находятся на выставке. Мне кажется, это такой прием формальной критики, что то, выставки тоже связаны с тем, как она возникла. Я не начинаю по-моему, как она возникла. Ну, я не знаю, я не хотел бы... Ну, в смысле... Я не знаю, почему здесь находятся эти критики. В смысле, это такая живописокременная остается в кризисах поздней критической традиции. Но, как это все казалось, видимо, я бы не сам современное, что бывает искусство. Но, это такая подъемность, ну, по-моему, советской традиции какого экспрессионизма а вот уже достаточно традиционно и консервативно и в чем-то мило, я не знаю. Вопрос еще на художественную, но еще про общественную критику. Сколько возможно общественная критика без амбиций темноте общества? При этом как возможно менять общество критикой, если ее история является именно очень, наверное, большая часть этого общества. И вообще рассчитывая на проект разногласий и общественные параметры разногласия с я так скажу мы ситуация реакция политическая действительно пространство политики очень депрессивная в смысле что не очень куда-то можно войти чтобы что-то менять в этой ситуации в ориентире может служить в том числе желание критики и альтернативы могут быть реализованы каким-то это призыв к допустить альтернативы к тому, чтобы пропортизировать кто-то не пропортизировать и действительно любой акт более-менее слушаться слепую я даже сейчас вижу перед собой людей которых я никогда не видел и не понимаю какой контекст и так далее почему это понятно когда пишешь текст интернет его просматривают загадочные тысячи людей по соцсетям но это очень ну это загадочное то есть заголовки есть слов Путин и Павленский то как бы мгновенно просматривают идеал и что это просматривают как они прочитывают тысячу раз сталкиваются с тем что люди понимают текст что это интернет когда мы работаем в интернете ощущение что ты постоянно пишешь письма китаешь в море в бутылках а держишь кто-то может кто-то там почитает тем не менее естественно есть несколько ситуаций когда видишь то это и последствия в первом момент относительно реакции в интервью с чехананским условиям у нас современных работников культуры не только но более крупную реакцию называют такими социологами в а можно происходить с музеями российскими как они функционируют между такими войнами оперативно с одной стороны государство на переходы на геолитеральные рельсы сокращение расходов и так далее то есть когда я пытаюсь объяснить свои эмоции которые испытал это уже проблема на самом деле я могу обладать своим запасом то есть разные опыты у нас с этими людьми в принципе дает пятиковое произведение говорим о нем и говорим совершенно по-разному а на самом деле еще есть предприятие сознательное умное искусство такой что вообще говорит критика о встрече человека с подведением искусства это правда какая-то или это вообще ложь придумать человеком еще когда я буду говорить о картине если меня стоит я буду путаться в том смысле что я вспомнил своего педагога который меня учил как уже определяет искусство как понимать его подход мы тоже не вспомнили а на самом деле будет все должно спасибо вы сказали слова сознательное и посознательное карьерное слово типа рациональное эффективное потому что это просто в том смысле которые понимают часто понимают что нельзя сказать наоборот сознательное то что проговаривается на вы говорите про некий эффект который сложно реализировать действительно сама критика это некая дисциплина но так же как и собственно говоря работа с материалами тоже дисциплина производства есть механизм производства мы можем анализировать то как производится то почему какая секция существует то что что есть нормы в искусстве что называется несводительность и редуцировать что можно сколько угодно анализировать какой конечный эффект насчитывал этот художник и сколдовывал бесконечное произведение надеюсь что не сколдовывая остается и на эту тему есть несколько подходов но один такой пример что на самом деле если вам что-то не нравится сильный эффект то часто проговорили этот эффект может получиться ключ к тому чему этого произведения например дюжава писсуар фонтан вы можете задать вопрос что вас измущает обычно люди отвечают что первое это не искусство а какой-то сделан этот заводный объект второе что это не приличное как бы это филе и зачем это вообще но из-за того как таким образом уже анализируется воздражение они называют те координаты которые пришел от объекта и не приспор и проблемы и проблем поэтому если проговаривать то что раздражает может ключом но так же еще затем есть довольно интересная теория в теории образа о том как образом если теоретика плотно занимается жоржев тимберман одна из его книг переведена на русский интернете тоже есть еще текст встречая картинки где собственно говоря анализирует то как например пустое место в картине может работать включаясь какое-то дискуссивное пространство фреск например франжелик благовещение фризирует как-то пустая стена окработает некоторые эффект бедности фрестатических картин очень простая фреска но из этой бедности и защищение киоскезы рождается некое понимание того какой фрески смысл очень интересно переходы когда человек нечего сказать и всегда как что это сказать астана всегда когда человек нечего сказать астана просто знать что нужно столкнуть его речи он стесняется что это ну и Очень маленький случай, но я имею в виду, что два человека смотрят эту картину, да, вот они посмотрели, после этого один человек говорит очень много, другой человек почти ничего не может сказать, у него просто нет такой фокус, по труппости говорить, я не знаю, на них подать, но сама вот здесь эта картина, может быть, на того человека, который мало что ли не может сказать, она может на самом деле быть сильнее. Она, на самом деле, про общественное занимается, она рассказывает о искусстве, и вот насколько этот рассказ, он вообще отражает вот то воздействие, которое показывает произведение искусства на человека. Вы говорите про воздействие, мы не можем измерять, как таковое, что действует, в смысле это неизбедительная вещь, но это уровень как-то субъективный, но критика это некая общественная практика, потому что это практика варенья в обществе, в смысле встречи с картинкой не знаем, его выжить там художественное переживание, не знаю, чего угодно, ботинка, ну, там, наверное, надо, как бы, ну, окей, но, в смысле, это какая-то моя личная история, но есть такое представление, что критик, даже какие-то говорят, более нейронный потребитель, что это как бы человек, который как бы лучше умеет, как бы более тонко анализирует, более, ну, знаете, таким аппаратом, дешевом, какие-то работы, я против этого точки зрения, на самом деле. Я бы сказал так, что критик, я сказал уже про это, он на самом деле сидит речен, художник, но, возможно, что он должен содержать некие акты в общественном поле, как и художник, он тоже выставляет свои работы в микрофон на интернете. Художник выступил за журнерей, а я пришел к тому, что он сказал про это, так что это тоже некий мой акт, но он, может быть, чтобы мыслить его... Мыслить... Я бы себе предложил мыслить его как художник, потому что он не означает, что это более правильное точное явление скульптура, чем кроно-кудровое. Это просто, может быть, более интересное, более архитическое формование, которое мыслит себя комментированное на ощупь. Отличные типы ваше бессерго, с вашим другом определениях, которые очень интересны и невероятно отражают. Я хотела бы какую-то дискуссию в рамке вашей статьи с Александром Туповым, которая вызвала большое спектмузейное сообщество. Я правильно понимаю, что в вашей беседе с Александром, что показали, как продвинутые музеи увеличивают маркетинговые подходы, что сокращают, может быть, научную часть за счет тех, кто дает подвижение. И, насколько я понимаю, в вашей коннотации это тоже как бы отрицательное мнение на той стороне. То есть я поняла, что было плохо, что они были торговые, которые продавали идеологию, которые заказаны государством. Теперь сейчас эта реформа, и они продают уже ягод, значит, и продают все подряд. И это тоже плохо. И мне хотелось бы вот проговорить, может быть, сейчас про какой-то другой путь, как бы третий путь, информативный путь, который вы вращивали с такими официальными. И вот у меня в качестве своего предложения на обсуждение есть такое движение национальное жилых городов, у которых один из мешков выживлений является культурно-обладательный фонус. Это некий такой собирательный, ну как бы есть современные культурные институции, которые основаны на ресурсах символических, а не только символических данных территорий, которые дают жителям этой территории как бы определенные вот эти вот ресурсы для того, чтобы здесь положить интересное. И это требует рекордных старых логических властей, институтов, стиховых диатек, музеев, театров. И это требует совершенно другого, кроме увлечения современного зрителя, человека, хвоста, и так далее. То есть я просто удовольствием услышала несколько слов про плачетельный вот такой взгляд, а что, собственно говоря, хорошего может быть дальше, и как мы можем об этом принять часть. Да, хорошо. Просто еще раз к русской текстам и фону. Что там суть? Суть в том, что обычно описывают трансформации, которые переживают эти музеи, которые контролируют. Как? Потому что музей, наконец-то, вот, вот люди, когда-то дальше положительно занимаются, а кто-то негативный, да, кто-то стоит в музее, а то, что там отражают какие-то формы на цензуры, да, кто-то контролирует. Потому что цель этой в Москве – пропортизировать такую позицию. И, по поводу этих музеев, это так-то обладает гости для родителей. Видите, это они были такими машинами пропаганды, идеологически частыми, но при этом они предполагали их наручный уровень. И за ними стояла антизорная предпосылка, индивидейная, которая, соответственно, есть из-за этого государства, о том, что музей является неким наследием, и доступ в культуре гарантирует всем, ну, гражданам, да, там, государства, страны. Что происходит с музеем сейчас, что вы должны они подорачиваться индивидуально, как подтвердители, но при этом мыслиться в охоте в музейных услугах. И это связано, несомненно, с темнотажом социального пута, что в нашем виде, в нашем стране, я считал, в советском виде, в самом деле, плюс или минус истории. Но просто мы хотим перестатировать, что сейчас происходит с архитектурой российской, не только какие-то революционные тенденции, которые дачи, там, стандистические и так далее, но и вот эта вот вещь, которая находится в целом русле общей работой, трансформацией, обещающей функции культуры и, как бы, ну, все еще продолжающего, если такого, как бы, распада экспериментов с архитектурой. Тема положительных примеров. Ну, это сложно, но это более симпатично, как бы, из того, что я посещаю, скорее, самоорганизованную реализованную реализацию в Москве, галерею, которая находится в определенных двух предварившихся в двух художников, которые снимают фантастику, да, или выставки, и, там, правда, соответственно, вот эти фантасты, вот. Вот это есть тоже одна страна критическая, что это, как бы, взыграет спрос культурности, к сожалению. Но это, мне кажется, это проблема, конечно, ну, потому что государство обрекает эти площадки на то, что они функционировали вне видимости для медиа. Из каких-то примеров положительных экспериментов, ну, как сказать, на самом деле многое из примеров – это для симпатии. Даже многое из того, что это тихо. Или нам даже больше, что происходит в браже. Какие-то инициативы в этих бражах не симпатичные, а ведь и группы, и, так сказать, это классно. Просто стали функция, то, что я не люблю, а знаете, что? Вот эта культура подтверждения, которая сейчас тренирует в сговоре культуре. То, что нас ждать, тоже жена на тишу. Что есть, как бы, разная группа на пророк, есть там, где да, а есть там, простите, да, а есть культура. Хорошо. Ну, как бы, что это, получается, как одного порядка вещей. И, что хотелось, как бы, что-то немножко, как бы, ну, важнее на это сделать. Ну, я думаю, что у меня сильно печали, возили институции, которые там, в Швеции, которые тоже, на самом деле, из-за части, предметы, юрского социального государства, которые, как бы, цехали на районе, но в разных районах. То, что надо в институции достать, плата когнитива приходит, реабилитация разных выставочных слов, они подзаголовные, которые мы выставим. И там, вставляет, ну, современная искусство, как бы, необычная, социальная программа, это все, как бы, существует, вместе, ну, на всех этих городах. То есть, там, реально, там, есть такие, похожие на районах, как районах, знаками города, и там, ну, как бы, там, ДК. То, типа, ДК, находится, выставляется там, не, не знаю, там, не вышутки, народы, которые знают, как районах, а какой-то, как районах. Ну, это, конечно, можно сказать, эти слова, и так далее, и так далее, но просто, мне это интересно, какие-то матери, которые, приходят за пределы, и представляют, что искусственный продукт, который, ты подъявляешь, и все, отклюхаешь, что, это слово, надеюсь, и так далее, почему бы, более шок, естественно, что там, не даже здесь, отношения общественных предприятий, когда, не от серии, тревентов, фестивалей, и так далее, расскажут, все активы. Я бы хотела задать вопрос, который связан непосредственно с контекстом критики в Европе, потому что, совсем недавно, представитель вот этой институции писал в Фейсбуке, что, у нас совершенно нет критиков, в Нижнем Новгороде, и давайте, мы все будем критиковать вот эту новую выставку. Да. Нам очень... Рецепт. Да. Да. Рецепт. Мы примемся, что угодно, там очень, какие-то фидбэк, отзывы, и так далее. И это, на самом деле, очень странный, фрустрирующий такой запрос, странная ситуация, связанная с критикой, ну, например, в Нижнем Новгороде. Вот. И я бы хотела привести пример из другой области, тоже немножко такой оригинальный, как современный искусственный ребенок, это современный таймс. Ну, даже в Москве такая дикая провинция по отношению к контексту мировому. А у меня одно время просили выйти на фестиваль в России и писать какую-то критику в этом году. Это было очень сложно, потому что, ну, трудно было зацепиться хотя бы за что-то. Каким-то, можно констатировать, что это отстыклено на контексте какого-то данного города абсолютно не описано никак ни в историю, ни в частную политическую ситуацию, ни во что. То есть, начиная с таких самых базовых вещей и отзов, и это единственное, кажется, что можно сказать о том, что происходит. И мне кажется, что, и когда я пыталась о чем-то таком говорить, я встречалась всегда с очень негативной ситуацией, потому что, например, говоришь, что у нас вот что-то есть, это уже хорошо, мы за 20 лет, вот у нас вообще ничего не было до 90-х, ну, я имею в виду современных танцев. И вот, мы что-то сделали, нас надо похвалить. Но это абсолютно не продуктивно, потому что все это, представляю, тоже дуэты о любви, как бы, техники контекста и ретенции, это абсолютно никаким не вписан в контексте и это вообще не было современности. Мне кажется, что мы можем провести пробег с ситуацией в критике, например, в региональном, например, в нашем городе, потому что, раз это критика, это некая общественная практика, то, соответственно, должно быть какое-то обоюдное желание что-то вместе менять, да? То есть, желание критиковать, значит, это желание какой-то перемены, вот. И, например, когда перед, ну, журналистом, культуры, кстати, ярче написать о выставке, которую мы сейчас видим, то, кроме того, как, ну, указать на то, что это очень странным образом подает то, что такое современное искусство, ну, как бы, ничего, трудно, что сказать еще. И вот какой, может быть, какой-то конструктивный путь в этом случае, если есть люди, которые, ну, хотят что-то менять, да, не только в плане критики, но и в плане художественного процесса, который происходит в форуме. Вот представь, что ты книжний Новгород, и ты художественный критик, и ты, вот, приходишь, например, это единственное событие, которое там произошло за месяц, то тебе нужно не критиковать. Ну, к примеру. Вот. Просто мы говорим о каких-то важных, таких очень, ну, вещах, которые актуальны для Москвы, для Питера и для мира. И, к сожалению, это, мы понимаем, что мы с этим связаны, но мы очень часто живем в другой реальности. Ага. Просто, Катя, мне просто интересный запрос, конечно, когда вы спросите «Тротикуйте нас». Ты вот сказал, что это есть запрос на критику, это есть запрос, чтобы менять. Одна, большая ситуация такая, что эта работа не всегда не ходит на умест, ну, отлично. Вообще, сейчас, кто-то может менять, есть те люди, которые, честно, ситуация, а если это, с этим делом, с Владимиром Чеками, например, гараж, который лотерей начинается, вот, эти люди очень не согласны к этому. И, ну, театр, не отвечающийся, к сожалению. А ты должен еще ответить и существовать, по-моему, по-моему, по-моему. То есть, я имею в виду, не институция, а вообще ситуация, что есть некие процессы, да, и там много акторов. Ну, ты считаешь, что, современное искусство, но, на самом деле, какие у меня нет. Что с ним про проекты? Что, современное искусство, из-за жизни, современное искусство. И, очень легко, тут есть машину, как бы, уличное искусство, футерги, институция, институция, обучение, работают, не знаю, отсылают, уважают душа, но, как бы, это не работа, ну, теоретически, как бы, скорее всего, потому что, это что-то, то есть, экскурсивное поле, все равно, но ты можешь, ты что-то, и сорочек, и, но это, скорее всего, не хочется делать. Действительно, как это круто, эта ситуация будет, здесь, в какой-то широкий специальный контент. В каком, то, что, то, то, что, или, и, почему надо как-то перетаться, в реальном этапе, в теоретном городе, и, для этого, это должно быть с вашей, то есть, можно запрогнуть, почему люди, сущей там, в горде, или, дотался на этот способ, культурный. В таком, культурной жизни. Таким образом, можно быть, обвиняется, если в этот горе происходит, то есть, если вот чёрного творится, или, то, что он знает, Это такая вещь. Что где-то там, а в Нью-Йорке есть настоящая вещь. Вот как раз выводом может быть, что вы не шорми в конце. Или какие еще еще выводы к режиму новости. Почему они не являются? Какой же вопрос? Почему для этого выводы не выцепили? Потому что вопрос выгнали, есть ли вопрос более интересный? Или артуальный? Или нет? Или и так далее, и так далее. Такой вопрос о контексте, о том месте, в общем, в нашей системе, которая занимает данные ленинские службы. Это как раз с ключом такой практики. А может быть, у вас, как раз, не много ленинских крючок. Это просто странное зрение. То есть, я понимаю, что это так само и считаешь. Мне интересно, какие базовые, ну, какие базовые знания можно иметь, чтобы начать, ну, взять эфициент и вывести и так далее. Я прохладываю, мне интересно, что надо. Ну, надо есть какое-то желание. Есть разные и разные рецепты, есть много людей, которые, ну, ничего не надо, есть искусство вреда и так далее. И как бы совместить, как бы, общие, и сделать рецепты для тех или других. Ну, да, я вопрос о том, как выйти из состояния автокультурности. Эти автокультурные, такие логальные столицы, которые связаны с этим. А эти большие искусственные площадки, которые работают как машины в автокультурной институте. Ну, мне кажется, что, ну, не знаю, весь рецепт довольно прост. Подвигаться к тому, что вам интересно, как-то в этом направлении. Если я не могу изучать, то это направление как раз интересует. Текст, который уже написан, к указу, как расширяется. Я не знаю, я немножко представляю, но если историю, чтобы посмотреть, классовые пункты по критике, историю своей культуры, по философии, визуальные изъявы и общения, тоже нахождение, тоже нахождение. А где это классно взять вообще? Здесь. А почему там есть вещи? Совые вещи. А? Да. Вот есть, конечно, слова и вещи. Там много хороших, например. Здесь много. Я могу не следить, но я спрашиваю классно, потому что, ну, я считаю вас как книжечки, которые вы получили. Просто выскажите, не важно, типа, история сейчас. Какой выпуск по истории, да, на выпуске, в России. Какой вопрос? Есть ли сейчас вообще критики, я в основном, в Москве, в Москве, в Москве, там, не знаю, 15-20 лет, это... Ей! ...пять анастасия. ...состоялось как уже серьезный инструмент критический, понимаете, вот так вот. Потому что многие критики пишут о своем выпуске. Совершенно это положит речь на самом деле. Если говорить о новом инструментарии, то есть как и старые архитические инструментарии. Есть социологические инструментарии, есть, там, технические, есть маналистические, есть, там, азотологические, марксистские, есть, там, какой-то другой, есть теория визуальности, есть теория образов. Сейчас, вот, да, популярная работа как теория нового сериализма, а как это сетевая теория, в основном, не на том, как это некий инструментарий, который активно применяется к искусстве. А Джоди, например, визик, применяет, например, какие-то какие-то воплотные теории, а как и молод, к современным кудру и визуализмам. Для меня, визуальности, я его уважаю. Это приятная компания, спецоп Nine. Я совсем вам хотел. Все развилось на некий такие кланы критические, очень много разными, хотя, на самом деле, анализы, может быть, ответы, а это тоже. А если взять искусство более давным кучению, например, начало 20-го года или еще в год, то критики ускорить за оценки. А современность тихо системы не будет. Я веду ассенцией, что хорошо, но плохо. Выводить и настро 1914 медицин – это важный момент, потому что у вас арсенал единственной искуски – это то, что является современной искуской. Многие не понимают это искусство, вообще не знают, как ему относиться, и многие не ходят на эти выставки. Ходят, например, художники, ходят, выставочные полы, у нас есть какие-то здесь институты. А современные искуски вообще не принимают в Миноксоюзе художников, даже большая организация, 250 художников. То есть и крепить, можно видеть, вообще 1-2 человека в максимуме. То есть такое отрицание полное. И вот как здесь позиция критики вообще, что она делает для того, чтобы, в частности, это современное искусство? Или вообще современное искусство? Ложное искусство? И было ли можно идти в искусство? Или это, на самом деле, преемственность искусства? То есть не хватит разрывов? Во-первых, естественно, миф, что современное искусство – это совсем такое. Единственное, в российском контексте, особенно в дни Москвы, очень видно, что современное искусство обладает наиболее самостоятельным. И я, как бы, наиболее охватываю. По каким-то причинам, по каким-то причинам. По каким-то причинам. Это, может быть, кровати у вас в материи. Вот оно почти тут. Я не стал так делать, но оно же мне не дает хирург принять. Ну, как можно, если бы говоря, за реальностью. Потому что это нечто, что находится, где такая еда, приезжает сюда, пускается, что будет некого центра. И что это такое за... Ну, что можно вообще... России... Потому что здесь, например, у нас есть некого интерьера, которые там нет, но связаны с гимониями, по этому роду практикам. Практика. Практика с Аферикой. Ну, и сегодня российские предыдущие. И, да, мы всегда будем слизистить, что такое, какую-то историю. Потому что те, которые... Там, где, конечно, просто, в принципе, куда-то туда. То есть своя линия у нас по Макарда. Есть своя линия, там, чайизмом, там, сколько говорили, польственной практикой, там, цитологией, по чему угодно. Ну, просто это разные единичные дни, которые надо проводить. Мы еще на 2-3-3, не просто что-то с обменять. Ну, все, наверное. Тут, вот, хотя это будет, Валерий Макарда, это куда-то снижение, что Валерий Макарда это действительно не искусство. Но это, как бы, некая базовая цель, что Валерий Макарда в том числе, да, с вопросом о том, ли искусство его. Не искусство ли это. Но это, как эта картина, если вы подойдете, ну, сколько я не знаю, это не искусство . И, как бы, это просто полное убийство этого людей. Если я подойду к работе в Дюшаке, не искусство, но в том числе, что Валерий Макарда не искусство, что в Дюшаке я не знаю. Пиши ему, а вот это и другой режим советской искусства, который связан с проевтизированием этого статуса как искусство. Вот эта искусство, которая здесь известна. Для него проевтизация его статуса как искусство не существует. Или я думаю, что это там не так. Как вы можете представить, это ревесло, а не ревесло, и просто, как бы, ну, это не настоящее. Тоже, как бы, это только сразу плохо. Во время, когда он, какого-то цветения, они прошиты его, иначально, значит, ему кажется, что это полная ревесло. И это, как бы, все его возникло. Ну да, в том числе молочный. Да? Сложение в этом актуале. Ну, к следующему вопросу, вот, вот это было немножко касается. Одна из них случилась, когда в первую название на одном книге, в том федерологии другая случилась, собственно, вот советия, в том числе, в том числе. Ну, и еще одна предпосылка, это статья из последнего, если я не попалюсь, на одного из народов, в том числе, в официальных сетей. Вот. И вопрос, собственно, в том, как критик может реагировать на текущую ситуацию, где есть одновременные сетевые структуры, да, и очень погребченные оборудованные самообразования, например, и институциональные, которые не дружно оборудование ориентальных знаний, и которые сетевыми очень трудно пересекаются, потому что, если ты добиваешься чем-то в сетевой структуре, тем не менее, в институцию легче всего тебе будет попасть, поставив себя все равно на позицию ученика, который пришел для общественных знаний. Как же эти два типы знаний, два типом оборудования искусства, да, как там все оборудование, все это само оборудование сейчас. Мне кажется, везде наиболее важна артистика ситуации, которую, как вы уже сказали, в соревнованиях, то есть одно из продуктов в природальной связи, одно из продуктов оборудования искусства, и есть большие институции, которые были в культуре, и между ними как будто бы такой разум. Это то, что я считал, например, бандерамистов, как я помню. То есть бандерамистов никакого создания вакуума, или вежливых людей, но при этом они не выстрелись от существующих интернет-липераторов. То есть они как бы при первой конфронтации, допустим, со старым, и, как вы сказали, новые институции, которые создавали некогда нормальность. Типа, как активисты, вообще, мы залезли с нами, там, строят новую очередь, там, с партий, вот, типа, реактивистов, там, путем нового мира. Это традиция, которая, действительно, вот в нашей истории, которая даже не постпроизводительская, а постпостпостпроизводительская. Програматично, то есть ощущение параллельно первого. Есть ощущение, что угрожает чуть-чуть сильные длитвенности. У меня, в том числе, иногда. И я думаю, вот эта длитворенность, это то, что не нужно сидеть, и, отчасти, просто вот тех, которые его длитвировали, но довольно такой депрессивный. Но, как бы, в том числе, то оно связано с неким признанием того, что у всех есть желание, например, батарея, что может быть какой-то хороший ремонический способ талерной культуры, что можно построить хорошие институции, которые будут удовлетворять. И, отчасти, это то, что было очень ближе на постпостольская реальность. Вот такой некий питалик, в которой я была запутка, вот, как взаимодействовала, что вот теперь вы вышли в некий воображаемый запад, и теперь у вас будет построена какая-то нормальная, якобы, система искусства. А по всей, как предостроение обнаружилось, во-первых, что и все эти системы искусства. Капитализм должен быть такая, как бы, сказка оказалась, и более того, меняется. Капитализм, и он не тот, который был назначен, 63-53, но это было так и так даже. Мы его почти звучали. Что не надо критиковать, что тут, кто покой, и а тут уже есть свои. Какой вывод? Тут, по-столь, находишься огня, потому что вот мы, но он сделал, и человек не доволен. Но это то же самое звучало, как и по-моему. Он сделал и покой, и почему не доволен. И то, что и так. Но вот это вот не доволен, это какая-то специальная вещь, которую нужно сохранять. Но, так сказать, у меня совершенно нет. Романтизировать сети тоже не хочется. Сети, конечно, классные. Разношения, 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 это супер. Но, на самом деле, это как-то тежепраллельная жизнь, но, например, здесь, как бы, да, не молодости, а не как бы, не прощения, если бы. А сообщества, они могут служить такой альтернативы, виртуальной жизни в интернете? Реальное сообщество? Ну, так, есть, конечно, опыт у нас такого, что сообщество производит что-то интересное. Но, там, есть, ну, вот, есть в Москве, там, я бы сказал, там, элитозавод или, ну, и там, не знаю, тот журнал, который мы делали, вот. Тоже был, по сути, ну, это же не я лично делал, это целая, как бы, компания, ну, людей, которые, действительно, вдруг смогли это как-то и статализировать на что-то. Вы сказали, что в вашей критической статье вы вас будто кидаете в YouTube, но сейчас, в эпоху интернета, когда каждый, абсолютно любой человек, он может написать все, что угодно, и даже на абсолютный грамот какого-то сдержанного логистического заметка. Он может написать, помимо адекватных комнатах, что это такое, сперва добейся. Это... А я не понимаю, о чем здесь вообще речь, вот, за последние хотя бы 5-7. Вот это вот море взял, хотя бы он растет, вообще в мире, да, слава, да. Это кому-нибудь нужно? Мне кажется, что да. Неожиданно, некоторые идеи, которые, знаете, там, почитали, что там написали, я, как-то, каждый раз такая, ааа... Вот ты как-то наш парень, студенен, на нашей эфирной в России, расстроил этот опыт, что он не стал заниматься, как нечто некое, какие-то афиксы, что он же черновидел. Вольдик, у всех. Даже вот, там, презентативный, там, первый удар, у Ленинского, то есть я тоже, что, на самом деле, не назначенный консерватор, если что, там, знаете, оптимизирует, на самом деле, просто всякая активность, там, тут, и у нас, вот, по плану России, и, это, и, 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 псих, но, и, 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 и накапливается много русских студентов, которые люди зачем хотят это делать. Это несомненный факт, действительно есть и привлечение к церкви на структуру, как бы странной практике, которая веществует эту свободу, может быть, неодисципленность, вот такое. Есть и пиклёрка вот этого, вот как мы вчера, это заименение, естественно, в наше умное время, это просто обладает каким потенциалом что-то нагадочным, физически окрашенным, ну и так далее. То есть, эти другие вопросы. Очень сильно изменилось отношение к тому, что, если у вас что-то занимает, это как бы нормативная практика, то, чего не было, это лучше, это не только вопрос. Вот, ну, не знаю, но, в первую очередь, вы тоже были в таком-каком Угаре, и, естественно, было некое, ну, всегда просто как бы кризис занят, вот в случае, что там всё, что происходит в жизни, может быть, танисты, но, то есть, наверное, надо убивать века. Сейчас и так, ну-то такое профессиональное что-то, почему может получиться. Ну, личный, кстати, это как-то скандал, он это лично не считает. Но это в девятый год, я просто сказал, что я консерватор, ну-то и так далее. Да естественно, как бы такая вот, ну-то так, сейчас и на руках. Они были в России, в России, в Минске, в Минске. И там не кажется, когда было 90-летним, когда тоже не было. Тогда только думали, что самая тема. Крипик, она вообще приятна, художественная гея. Потому что вот такие художники, но мне они там очень бежатые. Я сейчас говорю в интервью, они говорят, что мне вообще не обращают на это. Пусть она там вообще веселья. Ну, как бы крайне, то есть художник, есть настоящий художник. Он не будет подстраиваться от речи. Почему? Потому что он переживает за свое... За свое будущее неверное, потому что он боится, что кто-то разрушил. То есть он хочет делать так, как он видит, то есть кто-то там, как он видит свои там задачи, цели. Это действительно индивидуально, очень я сказал так. Я не стал надеяться, что есть премьерная история, но в истории характеристики сильно влияли. Не то, чтобы было чемпионов, но в том, что я делал так, как вы себя делали. Он не столько, что влиял натяния на художник, для того, что я вносил работу в Москву, и он там, мое логическое дело делал. Некоторые расслуживают, он очень влияет на это. Он был поменял в сценариях, который стал оснащением. Он делал по признанным блукам, титулам, как «Симпро», «Залив», «Вобода», «Дапада», «Откардузе», «Волганье». Стоит от интернета. Стоит от интернета. Стоит от интернета. Почти все читают по интернете. Как молодые художники, когда писали, что они изменили, что это правда, но это какой-то неким эффект может произойти. Ну, или, может быть, на другой момент. Художник и Игорь, и Трампутин, и Таттин. Таттин сделал свои работы, практически как камералов, а Таттин взял трактат. Как он что-то здесь снял, что его построило. Своей, вашей деятельной функционалом и так далее. Что с ним? Так, в принципе, когда полная в рейсах 60-60 рекорды, были на 50-х годах, когда я натальировал, тогда это просто золотая формистика. Когда действительно она не оказывается сильно влияет на художник, она прошла. Потому что возникают другие механизмы в тоннерах, которые более довязаны от буквально производных контентов, которые встречают похожи на инфраструктура, например. И вообще, говоря, вот так. Для рейсов, да? Только как люди, которые более плотно ходят художниками, более плотно, которые говорят, что они не имеют. Такая влияет рекорды. Кроме мягкой власти. Ты чувствуешь сам запросы от художников на критику? Иногда так. Я сильно это обязательствовал. Но я, естественно, художник, который просто... Я песню от Насты Рякова. Я проявляю целую несколько скотинь. И... И... Ну... Она очень всегда загадочная реальирует. Ну, то есть, она вообще ничего не говорит, но... Очень радостно. Это жительство. А, куда обычно отправляют вообще такие скотиньи, реценции когда-либо? Я не знаю, что у них не получится, но какие медиа существуют. Вот здесь, да? Там культуры ходят, я не знаю, где там снижение, но оно существует. Но... Дописно того, что вам напишите. Ну, если же будет, это ребят, ну, не знаю, какое место, как сайт, когда развел искусство сайт какой-то. Вот это, например, в моей истории, как читал этот сайт, сейчас только я написал... Письмо, сцентрение, на общий адрес, и на запах, можно сказать, что вы лучше. Что-то там, ничего, я не знал, это первое. И решил, послал, ну, маленького, туда, представитель, надо снимать. И три недели, когда я начал, он стал поделывать, и, по-моему, что вы там делаете, ну, что начинаешься, ну, а завтра, потом, ну, не работает, такая речь. Какой же улица, и специальный директор, подумал, не сам. Так что, ну, если может быть, куда дальше, куда дальше. Ещё стоит араба, как можно сказать, большого класса это, который довольно открытно реагирует на происходящие пункты, и довольно открыт два факта, я думаю, точно не знаю. Вопрос, почему мы на 9-х веках, в этот зал, у меня есть ощущение, что здесь, действительно, есть новая сообщесть, в том числе и культура, и, при этом, у меня вкладывается впечатление, что они внутри них, они между собой, эти сообщества, и от паренья. И мне интересно, какое из будущего такие сообщества. Ну, нужно, когда эти люди, которые хотели вывести, принимать этот залп, чтобы они с ними, это только, что они имеют. Это люди, которые, и человек, который, когда стал опором, в другом залпе. Ну, это можно, если, допустим, кто хочет решить, пусть, или, 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 И это уже модификатор, мне кажется, как карта, бумажная подробность, но заявляет, что проект имеет не только какой-то приятный смысл при направлении коммуникации и сообщества, но и широкий, очевидный, не считает смысл. Есть способы для коммуникации и не любых, а для коммуникации и сообщества, то есть для того, чтобы... Я не могу это запущее это существует. Ну, допустим, в нас есть исключение, можно вот здесь и на предъявлении, если говорить, то есть для реальный миссия, то есть для которых не очень... Больно просто, понимаешь, что реальный автор, по-просто, может быть, такой, то есть по-просто, если у вас не было вискомоскоте и тело... Ну, я был один такой вопрос, в том, что в городе, в том, что он был райком, еще кто-то, который, как минимум, 17 лет, в том, что он был довольный. Ну, и вот, конечно, вот, аккуратно приезжает, вот, я так говорю, из цеха. Вопросы нет. Следующий правильный момент. Если нет, если нет, то я презентирую себя, если нет формулейтики.